Последний доклад в этом заседании представит Ирина Андреевна Хомченкова. Она расскажет об универсальных квантерных словах в Таташлинском и Дмитском. Да, спасибо. Можешь не сказать. Все получилось. Да, я действительно буду говорить именно про универсальные квантерные слова. Все в том же Таташлинском и Говоре Дмитского языка. Я даже не попыталась ничего про него добавить. Презентацию. Потому что все то же самое. Что у нас вообще есть в инвентаре? В литературном адмуртском мы знаем, что у нас есть такое слово как «бань» и есть серия на «коть». То есть, например, «коть-килл». Каждый, всякий. То есть, буквально «хоть» и «кто». И в этом адмуртском есть единица «вес». Кто же знает, значит «весь» и «целый». Но в нашем Таташлинском Говоре есть еще несколько единиц. Это серия на класса. Тоже, например, класса «кин». Тоже всякий, кто угодно любой. Тоже «кин» это «кто». И единица «вес» и «целый». И вот они были заимствованы из татарского языка. Ну и, естественно, русские заимствования также проникают в наши гуртики и вообще во все гуртики. И используются также единицы «вещ» и «каждый». И вот я попробую кратко обсудить немножко все про эти единицы. Какие единицы употребляются чаще, реже, каких-то этих. Сначала я сравню единицы «вань» и «вещ», потому что они на самом деле такие самые базовые и самые частотные. Но при этом они отличаются. То есть не то, что просто «вещ» он русский и бьет себя там словно как «у». Первое, что еще можно сказать про «вань» — это то, что есть такая единица, как «ваньмос». Ну и вот в «вайдулиной» она пишется с «у» с «душкой». Мы решили пока писать просто «вэ». Я поэтому не делаю меня в фигуре. И в грамматиках и словарях есть примеры на употребление этого «ваньмос» как с одушевленными, так и несодушевленными объектами. Пример из «угурского словаря», то есть «ваньмос» пришли, можно сказать, «ваньмос» прошло хорошо, тоже нормально. С одушевленными, с неодушевленными, все хорошо. Ну и вот здесь мы видим, что этот «ваньмос» употребляется как бы без существительных, просто сам по себе. Если вообще задуматься, что это такое вот за «ваньмос» и как он появился из нашего «вань», то можно увидеть, что на самом деле это просто посессивы к нему присоединяются. И у нас есть тоже две единицы. У нас есть «ваньз» с посессивом третьего лица множественного числа. И вот этот вот «ваньмос» с посессивом третьего лица единственного числа. А «мы» это просто на решении основы. И вот в нашем «уговоре», как правило, «ваньмос» употребляется с неодушевленными референтами, ну вот в этой конструкции без существительных. Вот в первом примере «ваньмос» пропала, хорошо сказать, вот с глаголом по единственному числу. При этом, на самом деле, интересно, что я просила очень много людей. Я люблю спрашивать один простой пример 10 людей на всякий случай. И вот на 11-м я обнаружила, что некоторым людям на самом деле нормально с глаголом по множественному числу. Но в целом мы видели тоже в «удмуртском словаре», что это возможно. И, в общем, находятся люди, которые разрешают употреблять «ваньмос» с глаголом по множественному числу, как бы к отсылке к подушевленным референтам, но для многих это недопустимо. А ну и этого 1b мы видим все наоборот, что когда у нас посессив третьего лица множественного числа, наоборот, глагол наш должен быть по множественному. И во втором примере мы видим, что действительно нам не обязанно, что вот это «м», это действительно просто наращение. И во втором примере мы видим два позатива посессивных тоже, множественное число и единственное число. Ну и здесь мне все четко говорили разницу, что я вижу всех в первом случае, и я вижу все во втором случае. Но «ваньмос», как и «ваньзы», они могут употребляться, естественно, не только в конструкциях бессуществительных, и они могут употребляться, ну, самая базовая конструкция — это когда они стоят после существительного во множественном числе. И в этом случае действительно большее количество людей разрешает «ваньмос» с отушевленными объектами. Ну, вот здесь корпусный пример, первое слово — это как раз «остальные», там есть показатель множественного числа «йос», и вот «ай», «остальные» — все работают. Тут тоже не всем нравилась такая конструкция, поэтому я тоже не сильно спрашивала, но люди находятся, которые разрешают. И вот, наконец-то, мы дошли до «вещь». «Вещь», вот в отличие от «вань», может употребляться вообще без показателей, вот в таких конструкциях бессуществительных. То есть все понимает, просто будет «вещь», без всего. И «вань» без показателей мы как бы не можем употребить, вот в таких конструкциях. Не совсем минимальная пара, но хотя бы такой пример есть. Вот это главное отличие, на самом деле, ну да, главное отличие, что «вещь» может спокойно употребляться без показателей. И вот в этих, во втором типе конструкций, где квантренное слово стоит после существительного, тоже он может ничего не присоединять. Вот тоже это два корпусных примера. «Печи все заменили». И тут тоже вот «печь» во вношенном числе, потом «вещь» заменили. «Молодые все уезжают». Тоже «пенальоз» — «все вещь уезжают». И вот тоже в четвертом примере мы видим, что не получается это снова «вань». Если мы скажем, мои друзья на праздник все пришли, с пассивом нормальная, как бы без показателей нельзя. Но еще интересно, что, возможно, здесь есть какая-то разница в семантике, потому что когда я спрашивала, ну вот эти конструкции типа «дети, вещь убежали», мне говорят, что это не дети все убежали, а что дети вообще убежали. И, возможно, это значит немножко не то, но это нужно доисследовать и предварительно поняв, как доисследовать. А теперь немножко обсудим контексты квантификации по Татьевосову. Татьевосов 2002, казалось бы, очень старая работа, прошла очень много лет. Тем не менее, почему-то никто ничего лучше не написал, и мы продолжаем ее использовать. Первое — это деф-квантификация, универсальная квантификация определенных множеств. По-моему, как все девочки из нашего класса, хорошо учатся, вполне определенное множество, и каждый объект в множестве, для него это верно. А здесь у нас хорошо употребляются единицы «вань» и «вечь», которые мы сейчас долго обсуждали. И вот в некоторых диалектах допускается вот эта лексема-бутыл, но иногда она оценивается как устаревшая. То есть все равно получается, что люди ее не употребляют, и первой реакции никогда ее не слышала. Но «бэк-дэвс» не грамматичен. Дальше ген-квантификация. Это универсальная квантификация генерических множеств. Здесь вот «вань» тоже нормально, но вот для «вещ», например, уже не все довольны использованием «вещ» в этой конструкции. «Бутэн» тоже не очень хорошо, но опять же в том числе, потому что его не очень любят. «Бдэс» нельзя. Ну и вот здесь тоже несколько примеров. Все «вороны» черные, и все люди когда-нибудь умрут. Здесь мне говорили, что вот в этом случае, что с «вещ» еще они обязательно все умрут сразу. То есть опять же, не то, что это обязательно все люди в нашей комнате когда-нибудь умрут, что не то, чтобы это прямо обязательно в этой квантификации, а что они еще должны умирить одновременно. С «воронами» такого не было, потому что с «воронами» просто говорили, что если «вещ», то это значит, что все «вороны» на дороге, например, черные. Но они как бы и так все одновременно черные, поэтому тоже не такой контраст. И, наконец, «ЦНП» квантификация — это универсальная квантификация единичных объектов. Здесь в целом допустимы все четыре варианта. «Вещ», «Бдэс» и вот этот «бутэн». Но при этом здесь вот наконец-то у нас можно этот «бдэс», который всегда было нельзя. Но проблема в том, что про него мне говорили, что он литературный. И что тоже они так скорее не скажут. То есть здесь тоже некоторые такие проблемы. «Бутэн» все еще, все еще хреший. Но здесь все про «Ваню». Тоже некоторые люди говорили, что его как раз лучше с единичными объектами не употреблять, а лучше употреблять с каким-то множеством объектов. При этом есть в корпусе, например, там вся жизнь. Но мы, безусловно, не можем отрицать, что жизнь и пирог, они как бы объекты разных типов. И вот с такими нормальными объектами «Ваню» не очень хорошо. Вот, про вот этот «бутэн». Не очень много информации я, к сожалению, про него нашла. Но вот есть работа про башкирский. И там сказано, что он как раз в первую очередь употребляется при цемпре аквентификации. Но когда я пыталась листать мишарскую грамматику, то там я как-то видела примеры не только на цемпре, но, насколько я поняла, конкретного текста у него не было. И, в общем, поэтому, ну, опять же, учитывая, что он у нас не очень хорошо употребляется, делать какие-то гениальные выводы сложно. А помимо всего того, что мы сейчас обсуждали, у нас есть дистрибутивные универсальные квадратные слова. Это «Наша русская каждый» и «Наша серия на кодь». И они допустимы и при деф- и при ген-кодификации. То есть в 11 у нас про яблоки, у нас определенное множество яблок, а в 12 у нас снова вообще все люди, каждый человек, когда-нибудь умрет. Но вот здесь проблема в том, что некоторые носители, им больше нравилось именно «русская каждый», поскольку «Коть-кут» также имеет значение свободного выбора, и поэтому они хотели вот именно, где у нас «каждый», там сказать «каждый». Теперь мы как раз немножко так плавно переходим на свободный выбор. Примерно на то, что действительно у «Коть» есть такое значение. То есть вот в 13-м, нормально, ты можешь взять из стола любое яблоко, нормально сказать, с «Коть», и тоже, например, ты можешь позвать в гости любого. При этом, если возможны две интерпретации, да, спасибо, то получается, что свободный выбор побеждает. То есть в 15-а, если мы скажем, как бы мы возьмем на работу, ну вот мы возьмем на работу любого или каждого из вас с помощью «Коть», то получится, что это будет именно любого, не будет значить, что каждого. Потому что если бы мы хотели сказать «каждого», то мы бы сказали как раз с вами, мы бы просто сказали «мы всех возьмем на работу». Но также «Коть» все-таки может использоваться в эпизодических контекстах. То есть получается, что все-таки у него есть не только значение свободного выбора, и сказать «вчера в игре каждый ошибся по одному разу» — это нормально. То есть действительно он сочетает и значение «каждый», и вот значение «любой». Дальше тоже, то, что я говорила в самом начале, у нас есть еще серия на класса, тоже, которая заимствована из татарского. Она тоже имеет значение свободного выбора. И вот в некоторых диалектах с отрицательной коннотацией, то есть кто попал. Вот семнадцатый пример. Если мы скажем с этой единицей, то получится, что либо в этот дом ходит кто угодно, либо кто попал. То есть тоже, когда я спрашивала и, например, просила просто придумать предложение с этими штуками, то мне в целом часто довольно предлагали какие-то такие примеры с чем-то плохим. Ну вот в словаре Байдулины мы все равно видим, что там действительно есть вот это «кто попало», но не только, что вот «кто угодно» значение тоже есть. И действительно, когда я пыталась получить какие-нибудь примеры, которые бы действительно показали бы, что это действительно значение «кто попало», у меня не очень тоже получилось, потому что, ну, когда я бы спрашивала примеры типа восемнадцать, а в парк ходят гулять разные люди, то мне все равно разрешали употреблять единицу. То есть получается, что здесь все-таки вот этой вот отрицательной коннотации все-таки нет. То есть ее любят с этой единицей, но при этом без нее тоже можно. А здесь тоже я тогда сразу скажу, что несмотря на то, что да, это снова татарская единица, мне не удалось найти снова какой-нибудь нормального, ну, вообще какого-нибудь описания этой единицы в татарском башкирском, если вдруг внезапно кто-то из татаро-бедов меня слушает. Я буду рада узнать что-нибудь в этой единице. Вот. И, наконец, мы переходим к последней единице, которую я до этого даже не упоминала. Сюрприз. Это еще одна серия на вот «Ола» и «Но». И «Ола» — это показатели неопределенности, а «Но» — это аддитивная частица. И почему мы тоже его рассматриваем, потому что кажется, что у него тоже есть значение свободного выбора, потому что вот в «Муртском словаре», вот если мы посмотрим, что имеет значение там «кто угодно», это будет как раз «Коть Кин», который мы обсуждали, и вот это вот «Ола Кинно». Ну, здесь оно пишется с одной «Л», а тоже в «Байдулинной» она пишет через две «Л», поэтому я тоже решила так. Вот. То есть вопрос, действительно ли у этой единицы есть значение свободного выбора. И дополнительный вопрос, который сегодня мы не будем обсуждать, и это вот частично, ну, это как раз обсуждала Юля Зубова в своем докладе, это как мы вообще из «Ола Кин», из неопределенного местоимения, которое значит «кто-то», получаем вот это вот значение «кто угодно» с помощью аддитивной частицы. Что мы знаем? Мы знаем, что местоимения свободного выбора употребляются в невередикативных контекстах. Ну, то есть они хорошо вот это «принеси», там, каких-то модальных, вот это вот все. Но как тогда анализировать вот все вот эти примеры? Вот, например, «19», «в мой день рождения мне много чего подарили». То, что мне подарили любое, тоже как-то не сказать. Вот, и получается, что оно хорошо употребляется вот в этих контекстах, в «20», да, вот, относительно часто переводится как «кто только не», «кто только не помогал решить ему эту задачу», «задачу, да, спасибо», «задачу ему решить помогли много», «тоже с этим соло», «кино». И здесь тоже в «21» мы видим, что вот этот «классер» тоже тут может употребляться, у кого только он не брал долг денег. И в «22» тоже «я вчера в клубе кого только не видела». То есть «я вчера в клубе видела любого», так тоже сказать плохо. Ну вот «я вчера в клубе видела, кого попало», тут я уже не знаю, я не знаю, можно так сказать по-русски, можно обсуждать, долго обсуждать, как можно сказать по-русски. И вот в «корпусе» тоже еще один пример, «кто только к нам не приезжает». Ну и действительно тоже обращаю внимание, что отрицания там нет, то есть там действительно, ну вот, например, в «20» ему помогли решить задачу многие. «Оло, кино». То есть «то только не» — это наш период. И, в общем, получается, что, ну, это не очень похоже прямо на местоимение сводного выбора, и это вот действительно такие многие. Как вот я говорила про это, делала доклад Юлия Зубова, и она показывала, что если у нас просто это «Оло», то у нас там нет известности, потому что это неопределенное местоимение, и если мы добавляем «но», то она становится известным, и у нас появляется множество разных предметов. И вот два примера. В «23» я не знаю, что тебе завтра подарю, то есть «я тебе завтра что-то подарю». И в «24» я тебе завтра подарю всякую всячину, много разных вещей, хотя мы только добавили здесь «но». И я спросила то же самое в нашем членском отмуртском, и получилось, что действительно в первом случае это вот «я тебе завтра что-нибудь или кое-что подарю», а вот во втором случае мне говорили, что там вполне себе остается неизвестность, и, получается, тебе подарю несколько каких-то предметов. Много чего, но неизвестно что. То есть вот, возможно, это нужно еще на всякий случай уточнить. И я готова заключить. Мы рассмотрели много единиц. Сначала мы рассмотрели все в контексте типологии Титивосова с этими тремя типами квантификации. И здесь получается, что Ваня в целом такой самый употребительный, нормально употребляется при ГНД квантификации, но при ЦМП квантификации все-таки не очень. Вещь, наоборот, плохо при ГНД квантификации, а при остальных нормально. Но здесь интересно, что он употребляется без пассассивных маркеров, и, возможно, у него немножко другая семантика. БДС употребляется при ЦМП квантификации, но он в скобочках, потому что про него говорят, что он литературный. И БУТЭН, вот этот он везде в скобочках, потому что никогда не предлагали его первой реакции, и, возможно, он тоже не очень употребляется в корпусе. С дистрибутивными единицами и вот этими единицами свободного выбора получается, что базовая единица – это каждая русская, но вот эта серия на коч тоже вполне употребляется в обоих контекстах. С класса тоже не очень понятно, потому что это вроде бы свободный выбор, и при этом возможна отрицательная коротация в некоторых диалектах, но кажется, что он нормально употребляется вот в этих контекстах, которые нетипичны для единиц, для местоимения свободного выбора. И с единицей Олла получается то же самое. Это вроде как любой, но при этом тоже нормально вот в этих контекстах, которые, казалось бы, мы не ожидали, и получается, что это все-таки не местоимение свободного выбора, а что-то, что в целом на него похоже, но не совсем. Вот это все. Спасибо. Спасибо большое, спасибо. Есть ли какие-то вопросы или комментарии к докладу? У меня появился маленький вопрос насчет грамматических свойств этих единиц. В начале вы говорили об употреблении с пассивными и без пассивных показателей двух первых универсальных квантеров, а вот про остальные так подробно не обсуждали, но они как-то различаются или все примерно одинаково ведут себя с точки зрения того, что они могут употребляться при именной вершине и в качестве самостоятельной группы. Спасибо за вопрос. БДС и Бутен я не спрашивала, потому что они не очень хорошо употребляются. Каждый он тоже может присоединять показатели. И я спрошу, может ли он употребляться без всего. Я действительно этого не спрашивала. Но вот в конструкциях с условным дрейфом и постпозиции он... Ну да, про каждую минуту надо действительно убедиться, что туда будут присоединяться показатели, но мне кажется, что будут. С код показатели тоже присоединяются и тоже оно может употребляться в постпозиции. То есть, кажется, вот все вот эти вот остальные единицы ведут себя более-менее так, как мы от них ожидаем, и дублируют показатели. И получается, что именно вот вещь, он немного отличается тем, что они присоединяются. Я скорее ожидаю, что вот все остальные единицы будут вести себя примерно как вами, но действительно, на всякий случай, уточню. Спасибо. То есть, про каждое вы предполагаете, по крайней мере, я считаю, что это полностью освоенная удмуртским, да, вот этим тишклинским говором единица, которая будет присоединять посильные показатели и вести себя точно так, как исконные местоимения, а не, ну, они не сохраняют каких-то... Ну, в смысле, что она полностью освоена, да, грамматически? Да, мне кажется, каждый уже действительно, ну, вот я должна убедиться, но мне кажется, что да, и она не такая, как вещь. А вещь это, видимо, ну, не то, что это прямо не с вещь не освоили, не усвоили это слово полностью, но освоили таким образом, что оно получилось какое-то особенное, и вот особенно учитывая семантику, возможно, это просто не то же самое, а там, условно, наречие, которое значит вообще что-то такое. Полностью, да, или что-то такое? Да, 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 да. Спасибо. Да, интересно, конечно. Интересно, что, как я понимаю, довольно много среди этих единиц каких-то заимствований из разных контактирующих с удмуртских языков, но при этом они как бы все встраиваются в какую-то систему. Да, но при этом все равно, к сожалению, многие теряются, и вот остается, то есть вот эта серия на класса, то есть то, что мы как бы заимствовали из татарского, получается, они все-таки больше не употребляются, и употребляются удмуртские и русские, но при этом все-таки, например, в БДС все равно при нему говорят, что это литературный, и пока тоже в корпусе не видела. То есть вот с одной стороны мы сначала получили много единиц, а потом постепенно от них избавляемся и берем себе просто русские. Ну да. Есть ли еще какие-то вопросы или комментарии? Да, ну, хочется сказать, что ООНО это очень похоже на всякий русское, потому что всякий, с одной стороны, почти как любой, но это не чисто не стремение свободного выбора, а свободного выбора, потому что, можно сказать, мне подарили всякое, мне даст, как мне подарили любое. Ну да, это действительно интересно, и про русский тоже, и вот Патучева, кажется, про это писала. Но вот когда я читала ее работу, я даже там подумала, что там были контексты типа всякое четное число, там, что-то там, или всякое прямое, что-то там, но вот я не смогла спросить это у бабушек, я просто не смогла себя заставить, спросить это у них. И это надо будет, в общем, еще подумать какие-то более нормальные контексты, а не про четные числа и не про прямые. Возможно, действительно, ну да, надо будет еще подробнее посмотреть, правда, эти вот русские единицы. Чем-то это, ну, конечно, чего-то на то только не там похоже. Да, да, это тоже интересно. Они, наверное, мне кажется, про это писали. Вот я тоже пыталась найти, но это сложно достаточно гуглить. Хорошо, еще есть ли какие-то комментарии в зале или в зуме? Четик полюбился. Угу. Ха-ха-ха. Хорошо. Горжу основывающий ее с большим металлургом с уходом в плавник с полнавиумом, кто думал, что периферийную гнурсти получит такое высокое признание прямо на 2016 вечера. То есть, Силатова, писал, который проходит предприятия, все не докладывал. Да, действительно, получилось интересное заседание, которое, с одной стороны, было все посвящено одному говору, но мне кажется, что должно было быть интересным и специалистам по другим, самым разным языкам России. Мне кажется, что эти проблемы могут быть для многих релевантны. Чего это у морских релевантны? Чего это у морских релевантны? Я чувствую, что начинается уже такая более неформальная дискуссия. Давайте еще раз я задам вопрос. Есть ли какие-то комментарии к докладу Ирины Андреевны? Если нет, то давайте, наверное, завершим это большое насыщенное заседание. Спасибо еще раз большое, Ирина Андреевна, за интересный доклад. Спасибо. 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 Спасибо.